Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Пророки Нового Завета в современном мире. Сегодня мы поговорим, кто такие пророки Нового Завета и в чем они отличаются от священников. Кто такой пророк и его положение перед Богом и людьми. Посмотрим, в чем разница между пророком и священником. Пророк стоит перед народом и говорит слова «то, что передал Бог народу». Священник стоит перед Богом и приносит нужды человека, народа. Представим такую визуальную картину. Справа люди, народ слева. Пророк стоит посередине. Пророк стоит между народом и говорит от имени Бога, то есть лицом к людям, спиной к Богу. И представим такую визуальную картину. Справа люди, народ, а слева Бог. Священник стоит посередине. Священник стоит перед Богом от лица человека, народа и ходатайствует за них, то есть лицом к Богу, спиной к народу. И рассмотрим три направления, чтобы ближе познакомиться с пророками. пророки ветхого завета я говорю о пророках христианстве есть много других религий и там есть свои пророки но я говорю о наших пророках о христианстве которых бог посылал для того чтобы известить о чем-либо свой народ ветхом завете было много пророков так как бог готовил свой план для человечества это план спасения и готовил почву для прихода спасителя а это иисус христос сначала бог готовил чтобы господь пришел в один народ а после его все человечество это спасение через господа нашего иисуса христа наш господь сначала пришел в иудейский народ совершил дело спасения очистил нас и приготовил нас к принятию духа святого который пришел на землю после воскресения господа дух святой сейчас на земле готовит тех кто его принимает к вечной жизни божьем царстве через которую мы теперь можем спастись и спасается все человечество независимости от национальности от от возраста и так далее весь план более коротко заключается в духе святом это дать на землю духа святого через которую получает человек получает очищение от грехов примирение с богом рождение свыше и в конце воскресения и вечную жизнь божьем присутствии в его царстве бог дал возможность человечеству вернуться к нему и быть с ним мы начинаем жить с богом здесь на земле и продолжим после нашего воскресения в его присутствии так вот чтобы пришел дух святой на землю нужно было очищение дух святой это бог и он не может быть вместе с грехом чтобы дух божий мог быть с людьми нужно было очистить их от их греха и не один раз а так чтобы человек и дальше не грешил дух божий и грех несовместимы когда бог готовил свой план спасения он готовил народ к приходу спасителя и и немного говорил о том что будет происходить и с этими людьми и были божьи пророки ветхого завета они говорили о приходе иисуса христа и конечно когда народ делал неправильные вещи или богу нужно было направить свой народ в правильном направлении он использовал своих пророков давайте помнить что бог в конечном итоге готовил этот народ к приходу господа но как написано в евангелии от мотфея 11 глава стих с 11 по 15 истинно говорю вам из рожденных женами не восставал больше иоанна крестителя но меньше и в царстве небесном больше его одни же иоанна крестителя до ныне царство небесное силою берется и употребляющие усилия восхищают его ибо все пророки и закон прорекли до иоанна если хотите принять он есть или я которому должно прийти кто имеет уши да слышит евангелие от мотфея 11 глава с 11 по 15 стих пророки ветхого завета говорили до времени иисуса христа и говорили о нем теперь таких пророчествах нет нужды иисус христос уже пришел исполнил план спасения и бог дал нам духа святого иоанн креститель был своего рода ключевым человеком переходе от ветхого завета к новому а новый завет это время святого духа пророки нового завета в современном мире сейчас время спасения время духа святого на земле по сути пророки не нужны сейчас каждом верующим присутствует дух святой бог который ведет каждого человека отдельно в жизни с богом и храня его от греха то есть понимаете как не не ведет не сразу общество людей а именно каждому человеку отдельно его ведя если говорить о будущем так пророки ветхого как пророки ветхого завета то все уже сказано в библии эта книга откровения и отдельное порочество иисуса христа план спасения уже совершен и сейчас идет сбор его народа конечно как и израильский народ бог помогает сейчас прожить на земле дух святой направляет каждого человека кто посвятил отдал ему свою жизнь но иногда бывают случаи когда мы не слышим голос духа господнего и тогда к нам приходят люди которые могут нам сказать слово от бога в нашу жизнь как бы направить нас на правильный путь так вот пророки есть просто слово от бога которое можно получить практически от каждого исполнена духом святым человека а есть люди которые посвящают своей жизни на приближение к богу и полностью своей жизни и развиваются в познании понимания бога духа святого то есть отдали свои жизни на полное служение каким должен быть пророк и лжепророк. Сейчас в современном мире тоже есть и пророческое служение, и пророки. Пророк – это человек, кто свою жизнь посвятил Богу и ведет соответствующую жизнь, имеет отношение с Богом и может пристать перед Ним, должен вести молитвенную жизнь. Он выбран Богом и стоит по воле Бога. Пророки знают то, что говорит Бог и как правильно их преподнести людям. И об этом говорил Иисус Христос. Откроем Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 15 по 24. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам узнаете их, собирают ли стерновника виноград или степренника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли имени многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 15 по 24. Пророки, посвященные Богу с Духом Святым. В этом месте Писания Иисус говорит про лжепророков, чтобы уберечь людей от них. Но мы можем увидеть и качество пророка, а это, говорят от имени Бога и приходят по воле Бога. То есть они должны, первое, быть посланы Богом, второе, должны говорить то, что им Бог сказал. Еще раз повторюсь, я сейчас говорю про христианских пророков. Пророк должен быть исполнен Духом Святым, а это значит, прийти к Богу с искренней молитвой покаяния, то есть смириться пред Богом и прийти к Нему на Его условиях. Тогда Бог каждому дает Духа Святого, исполняет Духом Святым. Пример апостола Павла в книге Деяния, 9 глава, стих 17. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савву, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Это книга Деяния, 9 глава, 17 стих. И тогда в смирении принимать Слово от Бога и передавать людям. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили откровение от Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Продолжение следует...